вот вот почему мы вообще вы не за вот это все вы от этого вообще не зависит я вот этот конструктив передел вообще весь если нет если мы используем электрический теплый пол то один квадратный метр теплого пола потребляет я смотрю на что обращать внимание и вот туда даже вопрос тот которого в машине почему мы вот вот почему мы вот что повлияло на ваш выбор что вот вот мне вот эти вопросы намного важнее и также нашим зрителям то есть вы же на что-то опираетесь вы же смотрит youtube вы смотрите все вот нюансы все сейчас лифт пока приедет когда ремонте обращать внимание к мелочам от мелочей складывается качество ремонт согласен как шерлоком с головой чем больше обращаешь внимание на мелочи тем будет больше лучше качество я заметил чтобы все вот эти нюансы досконально я сроча все рассказывайте людям ну это как бы я держать все все на поверхности вот когда мы начинали канал когда мы начинали вести канал сначала идея моего оператора было чтобы красивые ремонты как все показывают я говорю нет давай показывать всю грязь все вот прям все и человек можем у него должен меня только быть красивым он будет удобным для пользования ну технически грамотно распланировать это талант еще никогда сюда на сантиметр сюда 3 когда не стоит там хадилен да и не знаешь а вот эти все нюансы ты двигаешь и приходишь к тому результату этого не удовлетворяет в общем вот смотрите ребята это вот хотелось бы чего начать я у нас из трех человек уставить я жена и дочь ей 15 лет ей как бы нужно отдельное помещение за эту квартиру мы бы хотели сделать одна комнатная одна комната в каком плане я планировал что как бы кухня будет здесь и поставить диван и хотелось бы чтобы балкон был с кухней а здесь делать по мысли получается что у меня комната будет довольно большой а то основное помещение у гостиной и диван кухни в городах у времени проводишь она будет маленько нерациональное использование согласен я немножко переиграл как понять немножко то есть кухня я планирую же сами вот здесь стяжка виза позволяет может быть да может быть на метре уклон 2 сантиметра 4 и 5 9 до должны влезть посмотрел должны 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 планировать здесь поставить кухню сюда нужно как бы всю кухню вместить я не хотел бы уйдай я делаю холодильник не высокого роста так чтобы на холодильнике еще было микроволновку строить ну чтобы суп на себя не переливать да понятно потом у меня вопрос где мойку ставить либо здесь вот не знаю либо их если мойка здесь когда плита и да ну тогда рабочие зоны вообще нет рабочая зона зачем мы можем нарастить немного здесь пойдет стена просто продолжает здесь пойдет не получится то что при кроватной тумбочки здесь и вот как использовать вот это пространство я все же подумал сделать небольшие углубления можно сделать 3 подветка в розетку вместо тумбочки так открывать можно можно сделать согласен можно можно идея интересна интересная идея подсветочка здесь несколько розеток двойную розетку да 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 и выключали пончик бросить будильника и место светильника над кровать мы можем мы можем даже из мебели сделать вот мы на альпийском квартале делали как раз у нас прям шкаф с подсветочкой то есть ребята пришли моя задача сделать выводы они приходят монтируются я ну даже с пульта включается выключается подсветочку для вода вот что то такое ну что еще можно сказать в комнате возможно возможно не уверен вот здесь небольшой шкафчик берет открывается открывается дверь здесь можно небольшую 30 ширину шкафчик да в общем же поход так на этом закончилась или не прерывать мысль а а а то у меня уже появились свои как я планирую санузел по любому да вот это буквы п мы выстраиваем это будет душевая кабина здесь вот будет стеклянная дверь порядка 80 шириной чистофе она будет и вот так вот девяносто душевая кабина слабоватенькая тогда можно сделать чуть шире тогда вот здесь вот площадь для шкафа уменьшится здесь вот значит я бы хотел наверно поставить инсталляцию или зале а вот таким образом правильно где-то правильную машину стиральную машину вот здесь на стиральную машину кучу всяких там шкафов дверочка лучше полотенчик там стоять и так как стена будет вот здесь вот здесь вот можно городом из большим зеркалом из подсветки потому что у меня девочки однократится здесь ну само собой уже 15 лет и куча и всяких там вот этих шкафчиков для косметики вот здесь такие 20 на 20 по краям можно раз два пенал таки ну подсвет и освещение будет здесь я думал полотенце сушительства вы ставите поскольку вход будет вот здесь 10 2 она будет открываться вот так но нюанс вот здесь стеклянная дверь если будет душевую кабину так чтобы они не столкнулись вот это надо моментом поиграть хорошо но теоретически можно на слагу 380 стеклянной двери она вас это вступает и к этой стойке уже на петли это раскрывание будет больше да вот и мы как бы открывающуюся дверь вам не должны задеть есть еще гармошкой можно можно я уже в таких местах я уже делал сейчас в одном месте еще один раз мы будем применять так что пока сделаем одну деталь может быть если получится мы ее уже внедрим и я ее покажу даже в живую как она вот так но она стекла да да осталось прихожая значит и здесь приходит как она будет вот здесь я бы хотел сделать на глубину 20 сантиметров вот такой вот как бы шкаф навесной с дверками но не на пол чтобы обувь можно куда поставить хорошо вот и на этой полке я не знаю где будет электро щиток допустим здесь здесь тоже опять же большое второе зеркало и с освещением хороших потому что одна кратится здесь другая в ванной этот момент надо продумать где электро щиток поставить либо там здесь либо здесь либо даже может в общем если такая что освещение должно небольшой зеркало как можно больше до самого низа зашел кумб бросил на эту полочку зеркало например будет вот до сюда и даже можно еще сделать здесь тут вот на весночка такой же и такой же по высоте вот под это антресоль и у нас получится как бы одна здесь одна здесь согласен и такой вертикально зеркало эти это все светится раздеваться а раздеваться где раздеваться вот у нас будет прямо до двери я хотел бы не закрывающийся делать раздевалку просто крючки но я понял я дома тогда . я вот не люблю вот это дошел я даже полочек я сразу раз снимаю на крючок повесил ну теперь как бы так понял сейчас первое с чего начну это мне надо посмотреть сейчас я быстро коммуникации гляну да узнете его чуть-чуть смогу на гриль я то я его перенесу тем самым я его может быть чуть-чуть удлинил может быть хватит перенести его на вот эту стенку щиток на самый верх до стиральную машину можно сделать вот здесь стирая столешку вообще огромную и получится что стиралка будет в него строится и вот эту часть которая вот столешница вот здесь можно использовать сразу шкафчики продлить скажем так ригель это то что вот ну идеи пришли в процессе еще до меня в процессе пока есть возможность здесь дверь очень маленький коридор очень маленький поэтому я думал вход вообще будет к лучше удлинить но тогда вопрос вопрос где будет душевая это тоже сейчас я еще в процессе с кухни все понятно со шкафом тоже все понятно с вот этим я бы принципе в принципе запирает вот эти механизмы намного эти механизмы тут надо с ней регулировать отпускаем она сразу закрывается почему она нам под наклоном но они делали по откосу вот мы на втором этаже сейчас придем я вот этот конструктив передел вообще весь и мы вот эту дверь она начала открываться вот сюда то есть и мы сэкономили тем самым вот здесь место потому что мы сейчас пройдем я тоже расскажу в чем прикол короче я предлагаю дверь лучше открывать вообще сюда наружу и сразу все проблемы получаются решаются ну да но если будем переустанавливать дверь то серёга сам сделает это это даже не обсуждает да что на пол здесь конечно нельзя нет здесь здесь да здесь своя котельная мы так не может делать есть тех условия допустим мы можем поставить например либо электрический котел свой при котором вообще вы не за вот это все вы от этого вообще не зависит то есть ваше отопление она здесь не работает вас не ну не касается вот вы автономный полностью то есть вы можете вот это все все квитанции которые в будущем будут на ремонт котельной там обслуживание котельной сам котельщик зарплаты вот это все пункты они вас могут не касаться потому что автономный вас холодная вода только ну и горячим соответственно все то есть все это можно сделать все отопление можно сделать котлом и все что касается отопления вы за него платить не будете кроме как за электричество вот это первый вариант второй вариант сделать электрические теплые полы это тоже принципе ну нет в любом случае частично там где спальные места но опять же это дополнительный источник потому что здесь суть такая что если своя котельная вот мы у нас сейчас отопление я вот сегодня у меня все настишь все настишь на кухне открытое окно не на проветривание просто открытое настишь отопление везде и и дверь открыто дверь открыто в спальне потому что я реально я там задыхаюсь у меня окно настишь просто сквозняк гуляет и я просыпаюсь и мне жарко то есть я все равно раскрыт но это это особенности сочи потому что в ноябре плюс сколько мы вчера ходили 20 или 20 21 градус до чудо ну вот поэтому здесь отопление уже включили потому что за две недели до этого было там 12 градусов то есть уже пар шел сорта и все и третий вариант согласовывается с инженером который здесь отвечает мы можем поставить насос электрический в коллекторный шкаф и используете также то есть ну у вас по стояку вы получаете будет у вас вы нормализуете давление во всем стояке то есть вы принудительно гоняете то есть потребление это но это нужно только с согласованием инженера это вот третий вариант который да и можно сделать водяной пол но опять же нет дешевле не будет если вы преследуете цель вот дешевизны то один раз вы покупаете котел за 64000 где-то помылишься 3 или 64 сейчас стоит электрический котел и все отопление у вас завязано на автономии то есть вы больше ни к чему вообще не привязывать то есть вы используете только холодную горячую воду все то есть это это то что приходит вон они две полипропиленовые трубы а вот это вот петелька это как раз отопление вот ее можете гасить и не трогать не пользоваться и вообще то есть и все что касается отопления вас не касается да нет не настолько он большой на самом деле я уже объяснял даже на видео там комментарий такой резонанс прям получили что там просто супер вообще космические это деньги будут не буду там разница между газом допустим и электричеством 500 рублей вот и в месяц допустим то что вы будете использовать электрический котел сами регулируя температуру себя в квартире что немаловажно получится приблизительно ну там тысячи полторы примеру то есть он также примерно как кондиционера будет вот но если взять сколько вы будете платить за котельную то разница будет сама по себе полторы тысячи то есть за котельную вы будете вот я плачу допустим за супа у нас 47 или 48 квадратов сейчас зимой за отопление я буду платить где-то около пяти тысяч в месяцах это ну это не новостройка это старый фонд соответственно у вас меньше он вряд ли будет стоить то есть вот полторы две тысячи вы будете вместе с тратить или 5 на службу котельной вот вот экономия это реально будет а вот у нас в лазаревском вся коммунальная вот отказались люди от газа даже в пользу электричество и вот не на валентина у нас сейчас вот она показывала платежки она где-то около шести тысяч за два месяца заплатила за газ платят люди чуть-чуть дешевле 30 34 квадрата с балконом там был 36 так что не уверен что здесь что-то разница в том что котел на запуске потребляет примерно 2 киловатта это только запуск а когда уже вода нагревается ну сколько это займет там 20 минут где-то 15-20 минут дальше потом тэн просто работает на подогревание то есть там рылюшка стоит и тэн работает и там насосик работает который там 0 3 киловатта все то есть это грубо говоря как три лампочки вот расход примерно 005 киловатта в час это виду это максимум то есть такой будет который потребляет думаю даже будет чуть чуть меньше потому что вода нагретая в трубах она будет циркулировать за счет своего маленького насосика который в котле вот а если допустим тот же электрический пол то опять же он добавочный пока не включили котельную а котельную у всего у вас своя котельная то есть вы включили котел у вас его в любое время года то есть вы не ждете запуска если там общество жильцов там например давайте запустим отопление давайте все запустили тогда у вас какое-то свое будет это и я не уверен если нет если мы используем электрический теплый пол то один квадратный метр теплого пола потребляет 100 ватт 0 1 киловатта то есть сколько квадратных метров стукой киловатт если рабочая рабочая температура котла и потребление будет где-то вот мы посчитали 0 5 киловатт то есть это получается где-то пять квадратных метров электрического тепла чтобы сами батареи вот я видел сейчас нет вообще вниз греется вся площадь окна чтобы окно не потела то есть создается тепловая завеса ну как бы нет она будет с как сказать она будет продольная да то есть а если ставится радиатор то мы просто используем сейчас пойдем я покажу прям все все на месте да а в любви дну от отопления да то есть это все сделается и здесь точно так же надо сделать конвектор наоборот там будет скопление теплого сухо не как как получается да да штора штора я уже вот на видео если вы смотрите да youtube на проветривание не открываются вообще короче давайте давайте покажу все открывается вот здесь то есть вот этот вылет дает от него отступаем еще 11 12 сантиметров и тогда вешается штора чтобы при открывании на проветривание вот крайняя точка приблизительно то есть и штора была на расстоянии двух сантиметров или тюль первое то есть первое и 2 что вот это очень важно вот а здесь получается на проветривание плюс балка и вот из-за этой балки мы как раз перевернули окно для того чтобы дверь открывалась туда то есть выход на балкон получается диван вообще не мешает фасад мы получается не меняем здание то есть нам это можно значит сделать открываем окошко выход на балкон свободный и плюс получается даже если вы открываете на проветривание или еще как-то вы просто открыли чуть-чуть приоткрыли там то есть это уже вот это проветривание она уже здесь не играет роли и штору вешайте как хотите ну для того чтобы понять что планировка еще так себе она сырая я думаю что можно что-то выжать из этого чуть больше вот так но я предлагаю привести блоки и потратить здесь еще пару часиков для того чтобы может быть когда будет расстановка всей площади вот уже конкретной вот тогда мы получим точный результат почему вот я сколько раз говорю что дизайнеры конечно это все все мне нравится я люблю работать когда у меня готовый проект есть но в девяносто пяти процентов я не согласен с ними вообще